Коллеги, всем добрый день. В 2018 году еще выступила с инициативой, что за 5 лет нужно снизить в 2 раза количество лекарственных ошибок. Посчитали, что где-то в мире экономический ущерб от их возникновения составляет 42 миллиарда долларов и почти 1% совокупных расходов на здравоохранение в Соединенных Штатах Америки. В Российской Федерации учетом медицинских ошибок как таковых не ведется. Не ведется учет лекарственных осложнений. Но в интервью министр здравоохранения четко сообщил, что порядка 70 тысяч случаев в год ошибок врачей у нас есть. И какая-то часть из них может быть опущена и в применение лекарственных препаратов. Что может быть сложного? Препарат его нужно всего лишь назначить, приготовить его к введению и ввести тем или иным способом. Это может быть либо готовая лекарственная форма, либо ее нужно приготовить. В общем, с точки зрения процесса здесь всего три достаточно простых этапа. Но если мы говорим о лекарственной безопасности, нужно и поговорить о лекарственной опасности. И вот Министерство здравоохранения Австралии сделали целый рейтинг опасных препаратов. И, как казалось, те же химиотерапевтические препараты, они, видите, даже в первую тройку не вошли. Им даже бронзовой медали не досталось. Первое место по количеству нежелательных явлений на себя приняли антибиотики. Дальше калий с различным электролитом, психотропные препараты, преимущественно препараты лития. Инсулин, опиоидные анальгетики. То, что это те препараты, которые достаточно широко применяются во всей практике врачебной. И, скорее всего, может быть связано еще и с тем, что препараты онкологические применяются в основном онкологами. И, в общем и целом, персонал так или иначе подготовлен и готов к тому, что эти нежелательные явления могут быть. Они возникают, они случаются и на них есть какое-то стандартное реагирование. То общая больничная сеть, то, куда также обращаются онкологические пациенты, зачастую они там и вращаются, они редко бывают здоровыми. По всем остальному спектру сопутствующей патологии. Также имеют нежелательные явления со стороны всех остальных препаратов. Это уже Индия и это отчет 2015 года о том, какие все-таки лекарственные осложнения бывают, с чем они связаны и что они вскрыли у себя при аудите. Оказалось, что большая часть, 70%, это не учитывается лекарственное взаимодействие препаратов при их назначении. Нам иногда кажется, когда мы назначаем препарат за препаратом пациенту, мы рассчитываем только на тот эффект, который мы хотим получить от назначения этого препарата. И иногда мы забываем о том, что этот пациент уже мог получать целый пул препаратов и как все это вместе будет взаимодействовать в одном организме, мы зачастую забываем и не учитываем. И дальше уже чуть меньше это некорректные дозировки, не учтен мониторинг после назначения препаратов, некорректные дозировки и время введения. У нас в России тоже, оказывается, есть такие исследования, и АО «Медицина» в рамках своей аккредитации по GCI проводила анализ и опубликовала, они проверили чуть больше 6000 листов назначения, 4,1% заполнены некорректно. В принципе, соотношение примерно такое же, порядка 70, нет, тут даже побольше, почти 90% – это неучтенные лекарственные взаимодействия, это назначение большого пулу препаратов без учета того, как они будут действовать вместе. Что мы можем сделать? Сейчас мы все активно говорим о рискоориентированной модели, о системе менеджмента качества, и как должна выглядеть система по профилактике лекарственных назначений, что в стационаре, что в амбулаторном этапе. Само по всеназначения делится на два уже процесса. Это процесс принятия решения, это когда мы применяем алгоритмы назначения препаратов, должна быть в учреждении какая-то библиотека дозировок, и обязательно система согласования назначений, кто и какие препараты назначает, кто их корректирует, кто корректирует дозы, кто обеспечивает лекарственное взаимодействие и определяет, как будут назначаться препараты пациенту. Во время выполнения, конечно, идентификация – это формирование адекватных листов назначений, где должно быть четко написано, какой препарат, какая дозировка, какой путь введения, и какое время введения. И зачастую при проверках контрольно-надзорных органов листы назначения – это один из основных документов, в котором постоянно находятся ошибки, в силу того, что он у нас исторически, как правило, представляет собой такой разлинованный лист А4, где в строчку врачи записывают назначение препарата, кто-то по-русски, кто-то в миллилитрах, кто-то в миллиграммах, кто-то в сокращениях. То есть, в принципе, этот документ в рамках внутреннего документа оборота может быть модернизирован с учетом современных требований. Следующим этапом – это подготовка готовых лекарственных форм. Очень часто и при назначениях, когда мы назначаем препарат, мы не учитываем то, как будет готовить персонал эту готовую лекарственную форму. Не все отделения могут знать, как готовить готовые лекарственные формы антимикробных препаратов, противогрибковых препаратов. Можно ли какие-то препараты одновременно вводить пациенту? Можно ли это все делать одновременно? С химиотерапевтическими препаратами отдельная тема. Там большая инструкция на каждый препарат, подготовка, разведение, разные способы доставки этого препарата. Я для себя недавно узнал, что нет такой сестры, а сестра химиотерапии. Я вообще думал, что это отдельная специальность, а оказалось нет. Это общепрофильная медицинская сестра. Для меня, даже как для организатора здравоохранения, я в рамках подготовки был неприятно удивлен. Как мы можем это сделать? Нам нужно стандартизировать операционные процедуры. Мы можем провести стандартизацию и всех сестер учить готовить одинаково готовые лекарственные формы. Просто открыть как школу в больнице и учить всех сестер методично готовить лекарственные формы, создавать стандартные операционные процедуры транспортировки, маркировки, приготовления готовых лекарственных форм. Либо есть альтернативные варианты, которые действуют во многих зарубежных клиниках, когда создаются именно компаунды лекарственной терапии. У нас есть аптеки, которые очень часто сейчас выполняют роль такого склада и распределения готовых лекарственных форм или неготовых лекарственных форм, а компонентов для их приготовления. И можно использовать эту зону, где готовить централизованно, хотя бы на препараты высокого риска, осложнений, сформировать какой-то формуляр и готовить там готовые лекарственные формы и доставлять их уже, допустим, в рамках стационара. Стандартизация, она именно делается ради персонализации. Мы часто говорим о том, что стандартизация помощи, она уберет персонализацию оказания медицинской помощи. На самом деле не так. Персонализация медицинской помощи, идея ее заключается в том, чтобы пациент получал индивидуально ту помощь, которая ему необходима, а не разные варианты стандартных процедур, тысячи медицинских сотрудников, с которыми он столкнется в рамках своего пребывания в том или ином стационаре или в том или ином отделении. И смысл наш стоит в том, чтобы все медицинские сотрудники исполняли те или иные процедуры одинаково. И мы были уверены в том, что если мы в учреждении приняли, что у нас исполняется таким образом, значит, соответственно, это таким образом должно быть исполнено. Отдельно уже на пути введения у нас есть, особенно для парантерального пути, это различные способы, это волюметрические насосы, это капельницы, это эластомерные помпы. У каждого из них есть свои плюсы, свои минусы, свои ограничения. У нас времени не так много, я сильно останавливаться не буду, но в любом случае при использовании любого способа доставки, я не знаю, правда, как стандартизировать обычную капельницу, это очень сложно, но в любом случае при использовании любых других средств доставки должны учитывать стандартизация приготовления готовой лекарственной формы, разведения раствора и его уже заполнение, хоть в волюметрический насос, хоть в эластомерную помпу. Для примера, как это выглядит. Ну, допустим, мы возьмем 240 мл раствора, который нужно вводить в течение 48 часов со скоростью 5 мл в час. Есть вариант у нас, допустим, мы используем эластомерную помпу, у нас, в принципе, однократно готовятся растворы, дальше есть только два процесса, это процесс приготовления и процесс наблюдения того, чтобы лекарство вводилось. Если мы используем стандартный шприцевой дозатор, это больше, конечно, тема для анестезиологов, когда мы используем его для обезболивания пациентов после операции, устанавливаем шприцевой дозатор и понимаем, что этот раствор нужно будет поменять 5 раз, это либо 5 раз будет готовиться еще отдельная лекарственная форма, где-то что-то разводится, либо будет где-то готовый раствор стоять 48 часов, от которого будет дробно набираться, 5 раз будет происходить разгерметизация системы, ну и, соответственно, мы должны учитывать, что шприцы у нас одноразовые, их 5 раз перезаполнять тоже нельзя. И самое главное здесь даже не экономика, здесь не вопрос, там, дешевле или дороже, и здесь вопрос безопасности пациента, потому что каждый раз, когда средний медицинский персонал будет проводить отключение, заполнение, подготовку готовой лекарственной формы, это риск ошибки, которая может возникнуть на отключении и подключении, включая тот же момент идентификации пациента, что это в какой-то момент просто может быть установлено не тому. И у нас есть два варианта, это вот наш такой вариант, когда мы надеемся на сознательность наших коллег и передаем информацию каким-то таким стандартным образом в листе назначений, который заполнен левой рукой, половину по-русски, половину по-латыни, и все друг другу что-то передают. В какой-то момент пациент становится просто объектом медицинской ошибки, которая повторяется из ряда в раз. Медицинские ошибки, соответственно, они должны как-то и классифицироваться, классифицируются они у нас в соответствии с индексом MERP, у нас есть 9 вариантов медицинских ошибок, которые могут от того момента, когда они просто не достигают пациента, до, собственно говоря, вполне таки все фатальных осложнений. Примерно вот так выглядит система лекарственной безопасности стационарии, и вот так она должна работать, когда на каждом этапе мы создаем набор алгоритмов и стандартных процедур, которые должны предотвращать возникновение медицинских ошибок и их доставку до пациента, скажем так. Возьмем такой легкий клинический пример, у нас есть раствор калия, он почти в каждом отделении есть, его часто назначают, причин для этого тоже может быть много, его поставили через обычную капельницу, прокапали чуть быстрее, чем рассчитывали, ну не за 4 часа, а за час, что потом случается. Потом нам приходится пациента куда-то помещать, приводить мониторинг витальных показателей, набирать ряд лабораторных исследований, смотреть, что в результате у нас с концентрацией электролитов происходит, и таким образом значительно удлинить его пребывание в стационаре. Примерно вот так вот получается, у нас никакой фильтр не срабатывает, и ошибка напрямую проникает через наш швейцарский сыр, напрямую к пациенту, и дальше уже принося ему тот или иной вред здоровью. Это идеальный вариант работы системы менеджмента, качества элементов внутреннего контроля, когда в какой-то момент должна работать система, ограничивающая возникновение тех или иных медицинских ошибок, и если они возникли, то по крайней мере ограничение пациента от влияния на его здоровье. Понятно, что система лекарственной безопасности, она большая, она в общем и целом затрагивает весь стационар, это и хранение лекарственных препаратов, формирование лекарственных формуляров, это их выкладка в шкафы, очень часто мы об этом забываем, как лекарства сестры в шкафы выкладывают, они приносят их, как-то выкладывают. Я своих учил выкладывать, как в супермаркете, куда свежее молоко ставят, к стенке. Так и препараты, которые приехали из аптеки, они должны свежие ставиться к стенке с более готовым сроком годности, более близкий срок годности выставляться сюда ближе к использованию. И, конечно, система контроля качества, она для того, чтобы ошибки регистрировать, их обязательно нужно регистрировать, должен быть приказ, скорее всего в каждом учреждении уже так или иначе есть, где задача не найти виноватого в этой ошибке и с гордостью его вытащить на какой-то публичный суд и наказать, а смысл о том, чтобы выявить причину возникновения этих ошибок и принять какие-то решения, чтобы это не повторялось. И, конечно, в случае возникновения нежелательных явлений препаратов у нас есть форма подачи в Росздравнадзор, есть, достаточно легко заполняется, она содержит все возможные и невозможные побочные эффекты, которые могли произойти с пациентом, ее можно легко, собственно, подать. Вот.